всем привет в прошлом видео про nimble framework я показал некоторые особенности работы через pattern mediator сегодня буду показывать немножко другие фичи то есть не то что встроено в сам фреймворк а то как использовать части фреймворка чтобы создать свои собственные query и хендлеры перед тем как начать давайте посмотрим что было сделано в прошлый раз я сверну проект в этом проекте мы сделали контроллер который был кар 1 сделанный на основании writeable то есть для быстрого входа так сказать и кар 2 который же использовал mediator здесь я написал конечно контроллер base перед тем как начать я кратко напомню что в паттерный медиатор то есть сборки которая используется вот sp.net core который использует принцип медиатора есть предопределенные методы те которые реализованы и в writeable фреймворк то есть getById, getPaged, postItem, putItem, deleteItem в предыдущей версии я показал не все методы а только некоторые например getById и getApp, postItem и getPaged как видите они все находятся в сборке контроллеров ой вот находятся в сборке sp.net core controllers ну в общем-то все приходится к тому что в этом видео мы будем делать свой собственный хендлер и query соответственно давайте предположим что у нас есть задание найти за машину и изменить у нее цвет для этого давайте опять не буду тянуть ваше время я скопирую основное и здесь напишу так возвращаться мне должен оперейшен резалт метод будет называться change какой-нибудь car color методом пойдет в сигнатуру в смысле сигнатуру пойдет стринг будет name название машины и стринг путь будет color здесь у меня будет соответственно name, color и название будет car change нет пусть будет все таки change color query ну давайте напишем красиво все таки пусть будет эстетика вот ну и теперь осталось вот этот вот query создать естественно у меня этот не входит в список предопределенных методов который реализован сборке и поэтому будем создавать прям здесь прям свое прям заново и сначала и так поначалу у нас есть такая штука который называется query я видимо нет все правильно давайте эту строчку уберем и теперь мы приходим к тому что у нас есть iRequest это идет из сборки медиатора то есть реального медиатора вот который находится медиатор вот и в общем то в моей сборке которая использует нет корр контроллер называется там есть кастомные собственные обертки который позволяет возвращать как вы видите вот оперейшн резалт ну и в общем то я так вот и напишу оперейшн резалт давайте тогда полностью напишу резалт query а нет вот оперейшн резалт реквест и здесь я буду должен указать то что мне должно приходить обратно то есть мне должен измененные view model приходить view model так теперь соответственно мне нужно создать поля ну давайте я быстренько их создам таким вот образом property string name с этого у меня не будет property string нет не так написал здесь напишем color здесь я что-то промахнулся поспешил ладно постараюсь не спешить setter мне не нужен потому что у меня name будет и из конструктора устанавливаться и color будет устанавливаться из конструктора public public да все правильно теперь у меня есть query но этого мало теперь мне нужно создать еще и хендер давайте сделаю так public это будет класс я его назову car change color handler и соответственно у меня он тоже должен чего-то наследоваться и как вы понимаете эта штука уже тоже реализована и лежит в сборке operation нет резалт хендлер ну конечно двое точь не поставил поэтому получается фигня вот он то есть как вы понимаете есть request есть query и в общем то мне теперь нужно здесь прописать некоторые значения их два первое это сам query ну давайте чтоб понятно было прямо отсюда вот скопировать сюда вставлю нажму запятая и резалт что мне в резалтом пойдет пойдет car view модуль теперь я могу сделать имплементацию и в общем то осталось мне единственное что сделать написать код который вот поэтому к вэре ну соответственно вот поэтому вернет какое-то значение но так как я буду лезть базу данных мне потребуется в конструктор опустить ай юнит ворк я воспользуюсь решарпером пусть он сам создаст то что ему удобно и мне потребуется макер потому что буду лезть в базу кар макет это в кар view модуль на первой так написал так есть у меня теперь оба этих зависимости которые буду использовать так первое мне нужно получить саму машину да я давайте сначала не так я сделал репозиторий напишу давайте вот так вот юнит ворк где 3 позиторий ну и соответственно кар ой кар так теперь мне нужно получить саму машину вар кар будет равняться так давайте сделаем его асинхронным здесь напишем wait и напишем репозиторий get default async предикат лябда выражения напишем name будет равен request name то есть вот этот вот name которому вот создали вот теперь у нас получается здесь давайте поменьше окошко сделаем и теперь раз у нас есть дефолт значение значит мы можем получить нул и поэтому нам нужно проверить если кар равен нул ага не так давайте тогда еще вот как сделаем перед тем как вообще хоть что-то вернуть мне нужен кар view модуль оперейшн резалт то есть я же возвращаю вот этот вот оперейшн резалт вот он я этот оперейшн создал и теперь если кар у меня должен равняться нулю то есть если он равен ну то у меня должен вернуть оперейшн резалт в котором должен добавить какой-нибудь ворнинг например кар но фаунд этого достаточно я думаю и соответственно да хватит больше ничего не будем писать теперь дальше поехали теперь все-таки если кар у меня найдет тогда я должен изменить у этого кара так сказать color name color name у нас лежит в реквесте который называется color и соответственно я теперь должен в репозитории сказать update мне этот вот кар и после этого должен сказать await unit of work save change ну и собственно говоря тоже через async ну мало того что это сделал мне нужно еще сделать ретурн оперейшн в которой яду так секунду который я должен собственно говоря положить результат операции резалт у меня равен вот здесь мне потребуется маппер я сделаю map car view model и кар то есть измененное значение машины переведу в маппер и отдам результат и скажу operation result add info ну давайте напишем successfully ну вернее successfully changed но здесь еще есть одна фишечка возможно при сохранении у меня будет какая-то невалидная ситуация и что-то у меня там не сработает поэтому я смогу сделать проверку на это я скажу что если у меня unit of work last save change result не ok ну то есть там что-то случилось тогда я скажу оперейшн резалт и рор равен нас он лежит как раз в этом самом лас и в чем через зал но он может быть кстати и ну вот и если вдруг у меня экземпшен равен ну я могу сказать еще могу сказать инфо да ну не фонарно плохо плохой вариант игрор пусть будет я скажу вот так вот пент лог я хочу просто добавить строчку лог написать сам что-то пошло не так и собственно говоря здесь теперь мне осталось только сделать ритурный перешим резалт ну надеюсь что это все сработает давайте запустим стартует стартанул ошибок нет старого нас не было в новом должен быть да вот появился метод change color давайте для начала посмотрим какие машины вообще есть у нас так требуется какая-то сайс пейдж сайс давайте 10 на страничку до что то есть но вот допустим у нас какая первая машина и неё color magenta но пусть будет может она сделаем ее красным куда вот сюда change color сделаем который был был по машины сделаем ему какой-нибудь порт ну такая вот дурацкая машина нажмем execute сейчас надеюсь сработает я так чувствую что все сработало карадин по и получил оранжный и давайте теперь еще раз вызовем этот метод и посмотрим да у нас машина стоит да смотрите поменялось все сработало ну в общем я думаю вам как бы понятно на самом деле то есть теоретически вы можете использовать и собственно говоря то есть сам этот медиатор да то есть не использовать обобщенные методы но если будете использовать прошли нарезал то вы поймете что ну то есть я никаких их дополнительных регистрации не делал в общем то вот это дает плюс но тем не менее вы можете использовать и свои собственные реализации которые у вас допустим есть где-то в другом медиаторе но на этом наверно все если будут вопросы пишите серия будет продолжена с такими фишками от фрамворка надеюсь вам понравилось если понравилось поставьте лайк